Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Сегодня я хочу показать вам вот этих славных башмачков. Вы их узнали? Эти башмачки связаны мной по иллюстрациям Роба Ли из книги автора Джеймс Дрисхолл «Город забытых башмачков». Книга вышла еще в 1987 году, а позже даже был снят мультсериал. Он также назывался, как и книга. Мультик я этот не смотрела, о нем узнала тогда, когда искала информацию об этих персонажах. Да и книги у меня никогда не было. Как-то в детстве, мне было, наверное, лет 11 или 12, подружка показала мне журнальчик в виде комикса с этими башмачками. И я в них просто влюбилась. Попросила у подружки книжку на время, чтобы перерисовать все картинки и всех башмачков. Спустя уже много времени, когда я уже вязала свои игрушки и разрабатывала мастер-классы по ним, вспомнила про эти башмачки и, конечно, захотела их связать. В моей коллекции пока 15 башмачков, но, как я выяснила позже, оказывается, там так много персонажей и все они очень интересные. В планах было, конечно, связать их все, но пока это так и осталось в планах. Сейчас я вам покажу всех связанных персонажей поближе и немного расскажу о них. По всем этим башмачкам у меня есть мастер-класс в формате PDF. Это описание вязания с фотографиями. Приобрести их можно в моем магазинчике. Ссылка есть под видео. Или обратившись ко мне в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграм. Но сразу предупрежу, чтобы вы мне не писали с закрытых или пустых страниц. Такие страницы я воспринимаю подозрительными и не отвечаю. Начну, наверное, с главного персонажа книги и мультика. Это Чарли. Как вы видите, он клоун. Живет в цирковой палатке под названием «Маленькая большая вершина». Ему нравится выполнять магические трюки, жонглировать. Но больше всего он любит смешить людей. Длина башмачка в моем исполнении 23 см. Высота со шляпой 20 см. У меня это не просто игрушка, башмачок, но и карандашница. Второй я связала Марго. Она балерина и очень любит танцевать и показывать разные представления для своих друзей. Высота 17 см. Самостоятельно стоять она не может. Затем у меня связался вот этот башмачок. Его зовут Бродяга. Это ирландский ботинок с дырочкой на ноге. Он такой немного потрепанный. Живет он по соседству с Чарли в доме с кривым дымоходом. У него есть сад, но весь заросший и заброшенный, как сам бродяга и его дом. Но он очень добродушный и дружелюбный. Очень любит своих друзей. Длина башмачка у меня получилась 14 см. А высота со шляпой 15 см. В него также можно сложить карандаши, ломастеры и ручки. Потом я решила связать вот этот синий башмачок. Это резиновый башмачок по имени Веллингтон. Он очень любит дождь и шлепать по лужам. Длина башмачка 14 см. Высота с шапкой 17 см. Шапка у него снимается. И да, это тоже карандашница. Пятым по счету я связала вот этого серьезного товарища. Это полицейский из Нью-Йорка. Офицер Мэллоун. Следит за порядком и ловит преступников. Длина башмачка 15 см. Высота с головным убором 17 см. У него есть такой блокнот. Он тоже вязанный. И карандаш. Здесь я использовала обычный простой карандаш. Просто его обрезала. Тоже можно использовать башмачок как карандашницу. Потом появился у меня вот этот бравый башмачок. Его прозвали старшина по его званию. Старший сержант. Он был когда-то в пехотном полку, но теперь живет в городке с другими башмачками. Но иногда забывает, что он уже не в армии. Ему нравится, чтобы везде был порядок. Все выглядели аккуратно и опрятно. И он очень много кричит. Будто бы отдает команды солдатам. Живет рядом с бродягой и постоянно его ругает за беспорядок. Многие считают его сварливым и властным. Но он тоже бывает мягким и чутким. Только не любит это показывать. Длина башмачка получилась у меня 14 сантиметров. Высота с фуражкой 16 сантиметров. Фуражка снимается. А там тоже место для карандашей. Следующим я связала вот этого воришку. Его так и зовут. Воришка-сникер. Это кед или кроссовок. Любит тайком пробираться по улицам и брать вещи без спросу. Поэтому у него маска на лице. Маска не снимается. Хоть это и не положительный персонаж, но мне он показался не менее интересным, чем другие. Длина башмачка 15 сантиметров. Высота 11 сантиметров. На голове у него беретик, который снимается. И там можно прятать какие-нибудь свои секретики. Или использовать как карандашницу. Затем я связала вот этот тапочек. Он старенький. Его зовут Сид Слипер. У него есть собственный сад и огород. Судя по имени, он не очень подвижный и любит спать и сидеть. Длина тапочка 15 сантиметров. Высота 7 сантиметров. Потом я связала вот этот желтый башмачок. Ее зовут Гильда Ван де Клок. Это Сабо. Она из Голландии. Живет на ветряной мельнице. Очень заботливая и дружелюбная дама. Длина башмачка 15 сантиметров. А высота 8 сантиметров. Десятой по счету у меня связалась вот эта малышка-пинетка. Она совсем маленькая. Длина 11 сантиметров. Высота 7 сантиметров. Она все время сосет свою пустышку. Пустышка не вынимается. Она пришита. Следующим я связала вот этого усатого ковбоя. Его зовут Маршал. Он любит слушать музыку кантри и смотреть фильмы о Диком Западе. Длина башмачка 15 сантиметров. Высота со шляпой 18 сантиметров. А сзади, как у настоящего ковбоя, у него есть шпора. У него настоящая ковбойская шляпа, которая снимается. И как вы сами догадались, да, это тоже карандашница. Потом у меня появился вот этот товарищ. Сланец по имени Флипфлоп. Он любит солнышко, море и песок. Высота получилась 17 сантиметров. Связался он у меня быстрее всех. Но самостоятельно стоять не может. Как и Марго. Затем я связала вот этот сиреневый башмачок. Это Тоби. Он актер театра. И очень хорошо разбирается в произведениях Шекспира. Сзади у него волосы закреплены вот такой бабочкой. Длина башмачка 11 сантиметров. А высота с головным убором около 13 сантиметров. Головной убор снимается. Он тоже может быть карандашницей. Следующего связала вот этого пучеглазика. Это доктор Мэри Уэзер. Который заботится о здоровье всех башмачков в городе. У него большие очки и шляпа, которая снимается. И есть место для карандашиков. Ну и последним, кого я связала, это был вот этот бордовый башмачок. Оказывается, в мультике был и такой персонаж. Он русский. Зовут его Саша. Авторы его представили в такой, как бы советской военной форме. С большими густыми усами. Серьезный вид у него. Обязательно, конечно, шапка-ушанка. Она у него снимается. Длина башмачка 13 сантиметров. Высота с шапкой 14 сантиметров. Вот пока и все башмачки, которые я связала. Очень хочу продолжить серию вязаных башмачков. Но на все задумки, как, наверное, у всех рукодельниц, просто не хватает ни времени, ни сил. Напишите мне в комментариях, узнали ли вы эти башмачки и получилось ли у меня связать их похожими, как у авторов. Если вы хотите связать себе таких же мультяшек, заходите ко мне в магазинчик или пишите мне в соцсетях. Вяжутся они несложно, но если вы плохо владеете крючком, то мой мастер-класс будет для вас сложноват. Спасибо за внимание и за ваши добрые комментарии. Для меня это очень важно и я это правда очень ценю. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok